всем привет друзьям полный у меня получается растентовка левый бок я на крана шпами сейчас тут грузится пачками буду то ли dsp ldsp короче там этих названий а как я это люблю шторная романтика короче прицеп же сейчас я зацепил сервис альфа скана то посмотрел 10 10 этих думаю ну ладно на первое время хватит а тут смотри получается я на каждую петлю пас повесил сашка мне советует потому что он здесь постоянно грузится я здесь короче грузился когда еще в делка работал это было уже сто лет в обед короче я уже все забыл какая псина вот и сейчас у него совета созванивался спрашивал у меня получается не хватает здесь еще одна петля мне не хватает 1 ремня сейчас я наверное загружусь поеду на базу там не выпишут еще ремня 4 чтобы у меня было 14 15 ремней лучше 16 конечно вот что-то я переживаю едем в красно-туринск это короче север выше от екатеринбурга туда за сиров короче там что-то далековато ехать тайга доски я уже снял ставил по 2 ну то есть поставим одну сюда и одну сюда поставим когда буду собирать вот что еще что еще шторная романтика продолжается как я не люблю боковые загрузки это еще ладно доски я вспоминаю как дал каски вы же тут обрешетки тяжелые три штуки их так раз два три меня помню на 16 метровом я полная растентовка у меня была под новосибирском там этот сэндвич панели грузили 16 15 метровые я этот этот снимал крышу открывал короче мороз был вот я там все проклял сейчас бы я бы послал бы логистом да идите вы нахер что-то загрузку сами грузитесь это металлическая обрешеткой в общем сейчас снимаю трос сюда его повесим я уже заломался я уже заломался вот сюда намотаем на эти петли ослабим здесь ремни подготовим и пойдем уже регистрироваться я еще не ходил думаю сейчас все пойду зарегистрирую сразу скажут езжай а у меня ничего не готово поэтому сначала кстати колуман я уже не помню как тут сейчас будем разбираться ладно так ну что ребята съездил я с того прицепа который разбитый 6 ремней взял уголки еще набрал чтобы эти нет не перетирала если острый к я вот сейчас кладем все обратно в ящик 10 у нас вечера загрузка в общем монтажка будем стягивать ремни все перекладываем ждем в общем 10 вечера снова туда на охрану сказали так и там уже этот объяснят куда там ехать ремень не даст видно не видно недостающий ремень и очень повесился нормально получается у меня 10 дней 10 петель ладно все ждем загрузку мне показывать завод не будут процесс загрузки тоже не буду показывать от еще потом предъявят что я снимаю кто-нибудь добрый человек да в общем повесил заранее как его щетки вот одну я сделаю крест-накрест спереди чтоб если вдруг что тормозить чтобы груз вперед не ушел крест-накрест но сейчас с той стороны может быть один сделала попробую два час еще один достану чтобы спереди пачки крест-накрест сделать вот так чтобы они держали вперед если пойдут их ну все вот так вот шторная романтика продолжается так не подумайте что я жалуюсь это я так шутя любя вспоминаем штору я честно говоря после ревки отвык первое время депрессия была у меня когда начали с трубы возить я прямо ну трубы полегче вот это мне самое нелюбимое это когда вот эти дсп двп плиты эти и доски я вообще просто их бесит меня возить доски любит расходиться хоть как увязывать ну ладно все продолжаем работать в общем потом включимся когда уже выезжать нельзя здесь снимать любом я даже не спрашивал так шторку передвинул осталось еще здесь бля вот это геморройные по три пачки и сейчас поставят когда начну увязывать объясню почему тут еще они сами по себе острые углы тут подкарки нужно подкладывать чтобы не обрезала ремни вот такую подкладку под ремень ну вот так вот вот считай стой стой стороны надо вот залазить она сама по себе неустойчивая же три пачки блин и мне все ты все в три пачках ё-моё так ребята ну вот теперь начинается у нас самое веселое короче меня полностью вся машина три лида за счет того что она высокая и узкая да надо в поворот аккуратно ходить но сейчас мне вот эти блин у меня заставили я там эти же вон она короче сейчас самая эпопеи будет у меня с этими с этими подкладками деморочек буду лазить какая любимая загрузка вот такая вот это просто не передать а ну все ладно я полез уже снимать невозможно идем самое начало или в конец начнем какая разница ну все ребята короче тут кое-как сообразил но тут спереди стену что нижнюю пачку и все три пачки все подтянул каждый свой свой звук слабо ну все вроде нормально что-то на перекошенной для мне просто сейчас прицеп прицеп так наклонен включение чтобы влево смотрю ладно все за что ревы 7 потом с меня сошло честно говоря болела просто загрузки тип бешеные еще главное три пачки они высокий под потолок не завалились это вообще будет папа ладно все сейчас доски ставлю шторку задвигаем ну натягиваемся и выдвигаем у ребята все выехала час сорок восемь два часа ночи так че дело здесь ночевать я пить хочу блин воды нету здесь сюда наедем на стоянку два часа ночи да че-то ребята я с непривычки то просто я можно сматерюсь подохерел хорошо руки заболели да я манал этот крыло наш пан свет хороший здесь ладно все встаем на ночевку здесь и завтра с утречка не знаю во сколько я даже будильник стоять не буду во сколько проснемся во сколько проснемся ну все тогда чё спокойной ночи всем я буду сейчас спать отлеживаться чего пикаешь а чего тебе надо а 충чай что а в 보 в в в так ну все спокойной ночи доброго утра добрые морозные минус 15 уфе чем выезжая сходил обошел машину все нормально сейчас едем короче до башнефти там заправимся и едем до родника там умываемся зубы чистим завтрак а подожди родник то господи родник то это после крабачей же пардон тогда нет тогда где-нибудь сейчас а там где у нас крабачах там туалет нет уплотно так ну ладно чем придумаем сейчас let's go так ребята зальем нам как не на прошлой машине там замок здесь такое и может после мойки замерзнуть я тогда я намочился ух ты как вы все это дочь американский так ладно сейчас паркуемся 500 литров возьмем латучок доброе утро не проснулся ну чтож все заправились спросил до минус 40 соляра отлично так как у нас еще на север урал и едем вот там прохладненько я думаю будет еще сейчас я чуть вспомнил же байтуган же есть часто на байтугане 3 там возьмемся если покушаем и позавтракаем и пообедаем поедем я вчера купил конечно тут чайник есть и причем здесь встроенный с завода инвертор на 220 удобно электрический чайник можно включать газовым не пользоваться колбасы купил хлеба я купил но это я так загрузках разгрузках где кафешки допустим ничего нету так перекусить чай попить сейчас мы полноценно пообедаем вот кстати авария вот здесь вот смотрите асфальт испорчен машины сгорели и дальше там на урале тоже по новостям приезжал когда стюмени в обратку тоже сгорели машина один водила погиб другой зажало короче и он сгорел мне ребята сказали я не видел сам его зажало в кабине и загорелись машины один успел с машины этот ночью две машины сгорели один погиб водитель заживо сгорел ужас конечно вот ладно идем сейчас байтугане груз проверю как там чего закреплены закреплен нормально кстати руки помаливаются непривычки то после свету после качалки вот вот чем хреново в колумане в конце всего лишь две петли последнюю пачку бы на три ремня скрепить видите она малеха пошла зараза потому что все равно один хер подпрыгивает тут короче определенное количество видите петлей да но это в конце но как бы хотя нет в принципе вчера то не додумался даже если она вот смотрите видите линии идет то есть она вдалеке ну один хрен чуть-чуть пускай будет да и затянуть еще одним да так сейчас сделаю потому что в конце все равно телега прыгает и нужно закрепить ее получше там вот да сейчас покушаю сделаю так еще третьим ремнем что-то я вчера не догадался смотрите видите смещается зараза проехал то хер до нихера блин я по-другому бы сказал в общем как я не люблю вот это возить доски и вот эти листы все по-другому второе 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 да 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 горячую люблю а вот это что это таксиная поджарка печень говяжий гуляш говяжий куриная отбивная а вас она в граммах или порционно порция о давайте тогда вот этот гуляш с рисом так рисунок под гуляш и пожар порция нормально тоже несу круче 440 нормальная что и все чек сейчас лады приятного аппетита он видите как ушел отсюда видно да короче но было сначала сделать а потом уже кушать сюда прям аж на полный живот раут до этого затягивал двумя руками ослабла нормально у нас руб я плеча развенела и доска это мешать девушки еще три ну а на блин хрень полная здесь чуть-чуть подтянем еще и тут все Ребята, Сим Тут, конечно, перед Симом Дорога уставшая Катим Катим дальше Сейчас у нас Сим Потом Крапачи И на Крапачах сворачиваем налево В сторону Красноуфимска Там уже я сто лет не ездил Кстати говоря Дорожка Дорожка Горня, кстати, держит Просто великолепно Хотел же рассказать про работу Тут надо не рассказывать, а показывать Потом остановимся, покажу Что мне не понравилось Ну или давайте сейчас Если в европейских тягачах Вот этот рычаг, когда ты дергаешь Он сам двигается вниз То здесь нужно просто вниз дергаешь и обратно возвращается в положение То есть второе Третье положение Вот Если нужно резко выключить Если нужно резко выключить То на европейских ты просто рычаг дергаешь И у тебя выключается сразу все деления проскакиваешь То здесь нужно по одному То есть вот смотрите Вот сейчас я на третьем спускаюсь Нужно раз, два, три И его только так Либо надо держать И он через секунды две отключает его полностью То есть если в каких-то ситуациях Тебе нужно резко отключить Допустим У тебя ведущая не держит на спуске Начинает проскальзывать Или начинает складывать То тут резко не выключишь Его Парашютом что-ли тогда играть Но я еще и ни разу не пользовался этим парашютом Как он себя поведет Вот Поэтому Вот этот нюанс Мне что-то вообще не понравилось Именно по работе вот этого рычага То есть вот так он дергается И обратно возвращается Включаешь его Если на европейских Он вот так вот Вниз уходит То здесь нету такого Не очень Удобно Тут наверное дело привычки еще А так в целом Держит просто отлично Когда ты груженный Седло у тебя загружено Нормально, просто великолепно Тормозами можно вообще не пользоваться Так, у нас тут мост Тоже разбит Поэтому сейчас мы его медленно будем проезжать Ямки заделали Но не так, чтобы сильно Все равно Сейчас длинный подъем Как на Дальнем Востоке И вот так вот Пойдем, пойдем, пойдем Вон туда Так, более легкие Нас пошли на обор Самослан пустой Вот так в целом 480 кабел С 20-кой нормально Я бы не сказал, что там Маш прям Бодренько идем Да, Карпачева 23 Вот там сворачиваем Ох, как он дымит Ладно, позже включимся Сейчас где-нибудь там деревня будет Надо будет остановиться Минералки взять Воды взять Все закончилось Пить охота И сейчас у нас там в конце Две ямы будут И при этом Я в левую сторону принимаю Там уж Как повезет То есть там сзади идет Быстрее Ничего не поделать Уже этим ямам В конце подъема Но перед поворотом Уже сколько лет Этим ямам Да, еще здесь проблема Короче Сильно закидывает Стекло и зеркала Вот То есть тут Проблема в том, что Тут область, я так понимаю Низкого давления создается Я вот на предыдущей машине Ну, покурил бычок Выкидываю И он обратно залетает Представляете То есть тут надо ветровик ставить И плюс еще Там я посмотрел Кто как делает То есть вот тут Как правильно Называется там На капоте такие вот эти стоят Воздухонаправляющие Их чуть-чуть подправляют Подымают И Одна вот яма вот видите В конце И одна была сзади Вот и соответственно Она поток перераспределяет И по-другому уже начинает Вот здесь вот воздух идти Сбоку Вот здесь воздух И меньше закидывает стекла То есть видать Китай Не обдували ее в трубе И соответственно Этот какого Не учли вот этот Момент Что грязь Здесь вот завихрения идут сильные И она подымает ее Так, ну что Почти поднялись Так, газелька Ты меня уж прости Но тут правая сторона Питая Поэтому здесь мы идем Идем как идем Короче О, бляха Муха ее тут в конце Тоже Скажем Сарямба Ладно Идем дальше Работаем Что-нибудь интересное будет Включимся Сейчас пока тут уже По Уралу Ну я уж не знаю Сколько раз я проехал Все известно Все знакомо Тут уже вплоть до каждой ямки Знаешь, блин Где, че, какая ямка Как лучше проехать За столько поездок по Уралу Уже, конечно, выучил Едем По горной Башкири По Уралу Движения существенно меньше Ну и спуски подъема тоже есть Тут снегопад В гололед Можно так неслабо прикурить Тут парк Янгантау Сейчас вот видел Занесен в ЮНЕСКО Культурное наследие По-моему, так же, да Что тут еще сейчас видел Пещера Идрисовская Что название было И сейчас у нас будет Кургазак Ну, в этом В КПшечке же продается Эта минералка Кургазак Кстати, неплохая Мне нравится Я постоянно ее беру Сейчас там остановимся Наберем воды Для чайника Так попить Такая вот горная Башкири Красота Алькина Так, дружок Что-то у меня разогнался Там у нас сейчас мостик будет Вроде нормальный Опа Урал Ладно, наверное, сейчас тогда На Кургазаке Включусь Водички наберем Попозже А так, работаем Едем Дорога-то вот Ну, она такая волнистая, конечно Это хорошо, что я сейчас Третьим ремнем Заднюю пачку связал Да, ну, у меня точно Сейчас как раз остановимся Еще раз проверим Подтянем Красота Летом тут вообще красиво Опа Взял, короче Молока Деревенского Ну, и к чаю Воды взял Еще такой Короче, холодильник здесь Какой Огромный Хотел показать Просто реально Огромный Смотрите Смотрите Камера не передаст Наверное Объем Но тут Не знаю Тут просто Огромнейший Чем хорош Холодильник Прям реально В общем В общем Сейчас Здесь она может Отлечь Полторашка Представляете Объем Какой Стандартная банка Утонула В этом Холодильнике Холодильник Здесь просто Будь здоров Наверное Мерседесовского В два раза Больше То есть Смотрите Видите В Мерседесе Вот так Пополам Ящики Разделены Вот этот Холодильник А там Чисто Ящик Под этот Всякое Барахло А тут Цельный То есть Вот полностью Холодильник Ну то есть Тут реально Он здоровый В два раза Больше Че-че А вот именно С холодильником Здесь нормально То есть Кто предпочитает Допустим Домашнюю еду Там Жена Наготовила Тут реально Можно Домашней еды Набрать Ну просто Конкретно Огромнейшим Можно Запасы С собой Взять И на предыдущей машине Вот этого Столика Не хватало Он просто Реально Спасает Помощный Радар Смотрим Спис Ограничение 60 Этого деревенского Молока Взял Продавщица Спросил Если Ну как Прокипятить Надо Ну кто Как А че там Че люди Говорят Пить то Можно Да можно Ну в общем Если не подготовленный То можно Наверное Пронести С туалета Попробуем Чисто деревенского Молока Попить Сто Лет Его Не пил Вот Такая Вот Деревня Малояз Ладно Едем Дальше Сейчас У нас Кургазак Скоро будет А вон Он по-моему Да Нет Сходим Водички Еще Такой Наберем В канистру Здесь Канистра Есть Тусани Наберем Ее И у меня Еще Полторашка Покупал Вот Пустая Бутылка Туда Тоже Наберем Красота А здесь Ладно Поехали Так Ребята Вот у нас Кургазак Источник Сейчас Мы тут Встанем Ну да Я вот Помню Что с той Стороны Можно Остановиться Удобно Здесь Неудобно Вставать Вот так Я смотрю Следы Есть Вот смотрите Вот Источник Кургазак Вот там Видите Вода Течет И там Вот воду Набирают И здесь Же Янгантау Так Ну вроде Никому не мешает Первый Геопарк В России Янгантау Сейчас туда Пойдем Наберем Воды Пошли Жалко Пятилитровок У меня мало Сейчас бы Что за канистры Сколько здесь Литра 3 Наверное Да Тут гостиница Есть Давайте Почитаем Что здесь Пишут Так Интересно Посетить Идрисовская Пещера Есть Археологический Памятник Федерального Значения Расположена На высоком Левом Скальном Берегу Реки Юризань В одном Км Восточнее Села Идрисова Пещера Карстово Образованная В известняках Нижнего Среднего Карбона Так Геологический Разрез Мечетлина Мечетлина Короче Пседорение Неправильно Может быть Сама гора Янгантау А что ты Комплексный Геологический Рекреационный Объект Федерального Значения В переводе С Башкирского Горящая гора На высоком Обрывистом Берегу Юризань Янгантау Является Ареной Столкновения Различных Научных Гипотез На горе Расположен Центральный Корпус Санаторий Янгантау Низкогорного Бальнеоклиматического Курорта На базе АО Санаторий Янгантау В качестве Структурного Подразделения Образован Центр науки Образования Туризма Геопарк Янгантау Такая Карта Аркаульское Болото Урмантауская Пещера Кизлар Территория Салаватского Района Территория Более 20 Геологических Объектов Из которых 3 имеют Международную 10 национальную 20 объектов Образовательную Значимость Аркологические Памятники 33 Курганы Писаницы Стоянки Селища Турнолинское Городище 14 века Период Золотой Орды Историчные Памятники Родина Салавата Илаева Памятники Природа Природы Красный Список Международного Союза Охрана Природы Занесено 10 видов Растений 17 видов Животных Красные Книги России Занесено 12 видов Растений 11 видов Животных Социальная Значимость Что такое Геопарк Геопарк Это Единая Территория Где управление Объектами И ландшафтами Имеющие Международное Геологическое Значение Существляется На основе Целостной Концепции Охраны Образования Устойчивого Развития Региона И что Вот Так Ладно Пойдем Лабирать Воды Вон тут Люди С какими Пятилитров Кто-нибудь Приходит Вот Тебя накипаются Лесня сюда Идет Так Водичка Вполоснем Еще раз Вполоснем Набираем Сколько на литров Поинтересно Литра три Наверное Четыре Это так Чисто Чайник Это Сейчас Пить Буду А вот Это Кстати Не холодно Жалко У меня Водки Пилитров Мало Ну все Ну все Сколько людей Канистры Я родился В Сибае Это Юг Башкирии Самый юг Где Баймак В тех Краях В общем Да и воздух Здесь Классный Вкусный Можно Даже Сказать Рукам Мерзнуть Так Все Так Ну все Покидаем Кургазак Набрали Водички А то я Вчера Целый день Что-то Забыл Воды Взять Страдал Без воды По-моему Я и сам В Янгантау Да Я не был В Янгантау Я один раз Спускался На Катамаранах Да Называется Катамарана А вот Две этих Короче Таких Эти Долговатые Между ними Медни Палкин И сетка Натянутая И в общем По горной реке Здесь По Уралу Три дня У нас был Сплав Костер Палатки Гитара Короче Возле костра Ну такое Туристическое Мне понравилось Просто Такие красоты Я посмотрел Вот Очень красиво В этих местах Я уже сейчас Не помню По какой реке Мы сплавлялись И там В общем Где-то в горах Отвесная скала Метров 200 Высотой И там Старзанки Прыгали Тоже Так Плывешь Плывешь Слышишь Крики Там люди Сигают С горы Классно Тут есть Где отдохнуть Машкирина Три дня Конечно Это такое Вот Незабываемое Впечатление На костре Кушать Готовили Каши Там Ну такой Гитара Ну представляете Твою мать Ёперный Театр Вот это я сейчас Поймал Ну представляете Кто ходил В туристические Такие походы Представляет Палатки Поляна Вечером Там Ну Как бы Костер Кушать Кто там Что там Алкоголь Немножко Или множко Там Кто как Вот Песни Красота Кто Вот этот Ходил Такие Походы Поймет О чем Я говорю Это Просто Воспоминания На всю Жизнь Основной Комплекс ЭК Отель Хириза Ньангантау Опа Рыбак Он там Крутит Лунки Так Он на Спортивный Комплекс Юртак Шихан Большая Тастуба Что-то Там Такое Не успел Прочитать Кап 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 Так Ну ладно Все Покидаем Едем Дальше Сейчас Я уже Что-то Наснимал Много А еще Говорили Обзорчик На шальман Сделать Сейчас Может быть И становлюсь Отдельно Роликом Запишу Ну такое Вот Я уж не буду Технические Характеристики Их куча Я тем более Не профессиональный Видео Обзорщик Так вот Расскажу Со стороны Водителя Дальнобойщика Плюсы Как бы Что заметил Минусы Ну в таком Ключе То есть Не про Технические Характеристики Таких обзоров Я думаю Куча Есть В интернете Тем более Я даже Сам не смотрел Месягутова 35 Короче Ладно Все Поехали Надо Где-то Встать Тогда Красота Как раз Красиво Была бы Гонять Стоянка Чтобы Вот Вокруг Так Поснимать Так Остановился Проверить Телефон Забыл Взять Короче Ремень Не выдержал Условия Работы Сорвался И пачки Начали Плыть Вперед Пошла Немножко Цереза Бляха Муха Так Вижу Спереди Немножко Вправо Но я думаю Это не критично Скользко Сама По себе Сейчас Короче Без этих Вот так Не буду Делать За счет Того Что Может Будет Так Держаться Еще раз Попробую Повесить И Надо Там Поверить Чего У нас Тут Нормально Нормально Чуть Малеха Видите Пошло Вперед А это Чуть Один то Сорвался Тоже Твою мать Как я люблю Такие груза Возить Этот Чего Тоже Сорвался Твою мать Тоже Упал Так Ну ладно Сейчас Будем Раз Два Три Ремня Поправить Надо Заняво Сейчас Что Здесь Будем Кумекать Чуть Вперед Ушло Ну Тут По-любому Ямки Надо Притормаживать По-другому Никак Короче Идея Родилась Две Пачки Связать Вот Это Будет Держать Блин Она Может Тут Прискочить Правильно Тут Ослабить Что Ли Сейчас Попробуем По-другому Так Что Снова Блин Подержал Б Это Вот Так Не Выскочил Да Пойдет Все Попробуем В общем Как-то Так Снова Подтянул 300 Километров Проехал А Уже Уходит Вправо Свою Мать Ну Я надеюсь Вот эти Стягивающие Выдержат Если Они Не Выдержат То Вообще Укна Все Развалится Вот Вот Так Вот Я Вез Эти Квадратные Бруски Деревянные Под крышу Их Стягивали Тоже Не Металлическая Вот Такой Вот И Она Короче Не Выдержала Лопнула У меня Все Бруски Расползлись Короче Геморрой После Этого Доски Я Зарекся Возить Доски Бруски Вот Это Тоже Она Скользкая Вот Это Скользкая То есть Она Елозит Ну Все Тогда Что Уж По Другому Тут Я Ничего Не Смогу Сделать Аккуратненько Тихо Поедем Вот Такой Вот Геморрой Вот С этими ДСП ДЛП Или Как Они Называются ЛДСП А тут Что Написано Возвращусь Она На Бурдинском ВСМ СБМР Это На Экспорт Нет Хрен Знать Ладно Все Поехали Дальше Рукой Так Ребята Выскакиваем На Трассу Перм Екатеринбург До Трассу Уındaki Шар Дорога Паха выезжаем сейчас у нас что там ревдо наверное как обычно 100 лет тоже здесь не ездил скорее всего там тоже пробка ремонт и тут одна большая стройка идет да что там слева у нас нет все плотность движения сразу же увеличивается как вроде на сегодня 460 где-то еще осталось до точки 470 сейчас как раз срок 70 до екатеринбурга там по объездной сторону нижнего тагила там стоянок то нету я помню может быть в районе нижнего тагила посмотрим сна посмотреть по дорожке че тут че есть будем искать стоянку уже оставим на завтра километров 300 мы посмотрим сейчас гадать сколько останется останется на завтра на месте я уже не останавливался не смотрел груз в общем разобрался я как работает горняк сейчас расскажу короче смотрите видите вот у него пять положений такая вот большая табличка высказывает 5 положений есть первое видите стабильный написано слово стабильный чем его фишка значит допустим ты из горки спускаешься но начинаешь на скорости 80 все включаешь стабильный это он будет стараться и эту скорость держать то есть он будет и понижающую включать играть и моторный и ретардер очень там будет полностью стараться держать эту скорость довольно необычно на мерседесе такого не было там всего три положения то есть допустим 80 ты начинаешь спускаешься и даже с двадцатки я сейчас проверял все равно с двадцатку он тоже там ну там прыгает семьдесят восемь восемьдесят два потом опять восемьдесят в общем в таком диапазоне он держит скорость второе положение когда включаешь это стандартный допустим как ну 1 2 на мерси вот он включает то есть он спускается и допустим если также если допустим не хватает мощности его все равно будет ускоряться но при этом медленно стандартный горный режим третье положение вот он уже начинает задействовать тут появляется два значка зелененькие такие это вот я тут сейчас вот путаю не могу сказать либо это ретардер и появляется желтый значок выхлопные газы надо посмотреть что это означает значит он включает дополнительно еще моторный тормоз либо наоборот моторный и потом еще включает ретарда вот он уже начинает сильнее тормозить но опять же если допустим уклон сильный ему не хватать мощности будет он тоже будет как бы ускоряться чем ниже включаешь 4 вообще сильно начинает тормозить 5 это там вообще то есть усилия очень сильно этом тормозами можно не пользоваться вот такой вот здесь функционал этого рычага на опять же как я и говорил то есть если в европейских тягачах ты вот этот он щелкает и физически передвигается суда то здесь ты просто вот один раз нажал включился и он обратно возвращается видно да допустим включая еще раз уже второго режим пошел то есть в случае допустим резко когда ты хочешь выключить тут не получится тут надо вот так раз два на каком положении на третьем начнут три раза либо вот так вот держишь вперед и через две-три секунды он выключается короче вот так вот вот так работает горный тормоз ну вот этот первый стабильный постоянно что он скорость держит довольно любопытно то есть допустим там выбрал восемьдесят девяносто и все и на этой скорости он будет держать и спускаться довольно таки непривычно поначалу я на второй сразу переключаясь допустим он спускается но ускоряет но ускоряется как все едут вот если уже надо сильнее то есть я уже третье положение включая и он уже начинает тормозить сильнее если не хватает то 4 там уже точно хватит то есть чем ниже положение то есть 4 5 тем сильнее воздействие торможение в общем вот такой вот горный тормоз здесь шагмане шагмане саду стройка конечно глобальная скоро 4 полоска будет потом по монитору уже надо сказать пару слов это ладно может быть вам туда видео обзор маленький сделаю там все расскажу так пути ладно едем чувствует у нас репта будет встанем в пробку в общем свернули в сторону сиров нижний тагил в общем свернули в сторону сиров нижний тагил вот найдем место потому что там стоянка только за нижним тагилом там еще километров 20 что там вынесена маленькая стоянка посмотрим еще в нижнем тагиле я не ночевал темнеть уже начинает так что потихоньку двигаемся нормально все что-то пикает что пикает наверное вот из-за этого желтенького из-за эти желтые ошибки надо посмотреть что вообще вот эти годы показывают значки что они означают так целом все окей сейчас по моему дорогу будет местами плохая насколько я помню так было сколько лет назад по моему я в Делка работал я сюда ездил так так вот 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 я вижу вижу по моему вот куда разгоняешься то сейчас единичку и включим где-то на 80 да было 81 сейчас она и будет ее держать скорость этого и вот что мне нравится мониторчик который вот здесь вот он маленький зараза и то есть это не как сделали шахта да то есть вот эти колодцы стандартные где монитор оставили в общем как бы стандартные ну тахометр вот этот спидометр и соответственно не стали заморачиваться просто туда монитор поставили но она искусственно вот эта каемка уменьшает монитор и соответственно программисты когда начали делать то есть мне только сам площадь маленькая и информации нужно вывести много и они очень мелкие я вот вблизи плохо вижу иногда вообще там глядываешься сидишь чё там неудобно сделали бы как на марсе да просто один планшет и все вот это вот вообще бы убрали опять же это разные тогда торпеда нужно как-то маленький мониторчик и бы шрифт здесь побольше сделать получше это ладно это также придирки вот так вот я же говорю по мелочи добрейшего утречка что-то я с непривычки то и забыл записывать еду все спокойно там у нас нижний тагил тут холодно минус 24 показывает как я предполагал зима здесь еще зима по-моему нижней тагиловой стороной приезжал да вот он остается небольшой город в общем переночевал на стоянке там не она не по дорожке так вот просто возле кафешки охранник подошел 100 рублей держи прошу наличка была осталась так вот нижний тагил здесь холодно где ночевал было минус 15 сейчас уже минус 23 и нам еще почти двести семьдесят километров ехать еще на север сто лет здесь не было в этих краях самому уж интересно я вот только не помню в дилка работал куда я приезжал-то помню в нижний тагил я ездил дальше я не ездил дальше я не ездил шашлык шашлык так ну ладно тогда чего попозже включимся уже ближе к точке сейчас посмотрим как дорога будет еще я кстати так утром проснулся груз не посмотрел что-то забыл про этот груз надо сейчас проехать остановиться посмотреть что с ним дорога здесь не очень дорога здесь не очень ездил едем на север урала ладно поехали остановился чай попить смотрите почти закипел тут розетка получается сейчас закипит ну и вот столик здесь такой нормальный такой он без металла кстати такой вот столик здесь тоже есть такой он без металла кстати все закипел ну ладно сейчас чай пьем да поедем дальше что-то я не позавтракал с утречка ну-ка давай-ка с этого маленького коврика что-то плохо достается открывается шо у нас тут запасы сделаем с хлебом и с деревенским молоком чай попьем да и колбаску взял ну все чай пьем о сколько молока у меня деревенского ладно все приятного если кто меня смотрит и чай пьет тоже приятного аппетита или кушает ну что ж едем дальше сейчас чай попил сходил посмотрел там один ремень последний который вешал же опять ослаб что он ослаб там трещотка не держит что ли я уж так его затянул не сильно трещотка видать слабая сейчас населенный пункт проезжал Новая Ляля это классное название такое Новая Ляля едем кстати дорога а вот нижняя вот Агила где-то километров 20 и потом очень хорошая дорога началась прям идеально ровненькая так Серов 54 или Серов как правильно Серов или Серов короче эти у меня пачки немножко сместились я уже не знаю что делать я и так супер аккуратно еду в повороты вхожу плавно торможу не резко перед ямками скидываю скорость воде хрен смещается затягивай не затягивай или там я не знаю 20 ремней может быть надо но у меня петель столько нету в этом в этом в принципе ну за что не спляется не знаю я вот это по моему я возил с кранашпана давно я уже по моему говорил но там была не такая скользкая и там у меня было две пачки сверху то есть ну первая вторая а третьей не было еще интересно в обратку что мне загрузят поставят я уж надеюсь не доски знаю наверное в Серове грузиться буду может быть до Тагила густым пойду так меня кто-то догнал ой я так не тут быстро не иду 78 сейчас подожди я не вижу там встречка идет сейчас в моргнем наступает а тут же не видно теперь камеры как-то что меня угоняет там удобно да было в Мерсе тут стоит мониторчик все видно подожди встречка идет поворот такой сейчас вижу и моргнем я не вижу я не вижу ну давай нет я не вижу за поворот ну вот опять тоже встречка летит сейчас наверное после газика обниму сейчас давай давай а там никого пошла давай давай пижо давай 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 красавчик пижо а это фиат господи фиат дуката не за что не за что кстати природа меняется прямо на глазах березки если раньше там были такие ну толстые тут уже такие они жиденькие худенькие березки стали сосна сосна тоже уже такая небольшая она высокая главное но такая тоже тоненькая ель по моему уже начали появляться ну вот так что ходит знаток в деревьях но природа уже меняется ну ладно едем 92 километра все уже включимся наверное на разгрузке расшторимся с ним полеты будем ждать новую загрузку так ну чё свернули серов у нас остался прямо мы налево повернули едем дальше как обычно вот тут которых местах ты не был я вот так смотрю сейчас три места заезда через рудный по-моему рудничный да не вижу так мелко пишут рудничный потом еще один заезд есть и через Карпинск по-моему да Карпинск там еще заезд есть сейчас наверное я позвоню узнаю как лучше заехать в Краснотуринск через какой через какой заезд и рации нету зараза сейчас бы уместно поспрашивал бы по рациям как лучше заехать как лучше заехать так что вот все нормально или не звонить уже так не лучше позвоню наверное так ребята свернул я первый раз здесь в этом городе Краснотуринск сейчас сейчас сказали позвонил мимо шахты как жена как жена шахта песчанская какая-то мимо нее проедем лучше сам так ну чё с трассы свернул смотрите довольно таки таежный край да под лесом под лесом такой тоже густой наверное медведи гуляют пляж мы единым красно-туринск если шахта получается красно-песчанская по-моему, до названия, то, наверное, этот город создавался как Краснотургийск, как приложение к шахте, как может быть. Ну, довольно-таки, да, тут пустой лес. Отлично, поезд грузовой запрещено. Не знаю, куда мне деваться. Не знаю, мне девушка так объяснила, как заезжать в город. Да, такой вот прямо летом здесь, наверное, вообще круто. Прямо да, густой лес. Вот такой вот Краснотургийск. Даже не знаю, что за город, сколько насилий. У нас, блин, ни хрена себе тут 15 градусов спуск с таким поворотом. Так, ну все, вот, въехали мы в Краснотургийск. Сейчас и тут ветер какой. Вот такой вот город. Самому даже любопытно. Турья, кличка Турья. Да, ну где-то здесь. Сейчас посмотрим, куда здесь. Ничего, ехать. Турья, кличка Турья, кличка Турья, кличка Турья. Турья, кличка Турья, кличка Турья. Доходимся. Какие-то можешь сказать, идеально. Идеально. Отлично, я, бляж, сейчас. Значит, я не дремдовал. Сейчас я уберу. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вот как ремни делаю Сейчас покажу Ну то есть Петлю продеваю Но за счет того что у меня здесь доска была Не натянута Сейчас натяну ее Сейчас вы меня поняли В общем Вот так продеваю И одним концом Вот так вот заматываю Вот так вот И все Аккуратненько висит И не мешает Ну главное в конце вот так Чтобы натянуто было И вот так вот я ремни повязываю То есть вот так в петлю одеваю Ну если петля есть Вот так вот Одну Одну Вторую Третью И одним концом Просто вот так завязываю Ну все Аккуратненько висит И не мешает Потому что каждый раз Их в ящик убирать Ну Проблематично А так если даже Палеты будут ставить И нам не мешает И нормально Ну вот так сейчас все Сколько здесь Этих ремней Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять ремней Сейчас повяжу А зелененький В ящик уберу Ну и трещотку оставшуюся Доски поставлю Еще минут Пятнадцать Двадцать И все И машина будет готова Хе-хе-хе Ладно Все работа А что-то я забыл совсем Ролик-то пора заканчивать Хе-хе Ну все Спасибо За просмотр Всех обнял Приподнял Как говорится Подписывайтесь Оставляйте комментарии Обязательно Как вам эта загрузка Шторная романтика Все дела Вернулись опять Всякие интересные города Будем посещать В Ревке Конечно же Проще Тут все Открыл ворота Ну подмести Еще надо иногда Все подмел И свободен А здесь Делов-то еще Ого-го Вот Ну все Тогда Ладно Спасибо за просмотр Скоро будут новые ролики Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok